Но уже не первый раз полуголые девушки становятся важной частью избирательной кампании. Будь то календарь для Владимира Путина, который президенту, кстати, понравился, или обнаженные модели журнала «Максим», которые призывают прийти на избирательные участки. Годи, тебе есть 18? Конечно, я уже взрослый. Ты сегодня голосовал? Нет, нафига. Тогда какой же ты взрослый? Вот эту запись паблик только для взрослых опубликовал в начале февраля, и она уже набрала 2,5 миллиона просмотров. Как оказалось, сама страница ВКонтакте — это совместный проект журнала «Максим» и рекламного агентства «Блэк Лайтс», владелец которого Максим Перлин раньше вместе со своим другом Владимиром Табаком, он сейчас отвечает за социальные сети в предвыборном штабе Путина, создал эротический календарь в поддержку президента. Тогда все считали, что это какой-то госзаказ, а мы вот на этом хайпе и на том, что все считали, обсуждали и так далее, плюс ко всему подключались какие-то неизвестные нам политические силы, как «за» и «против», мы, собственно, продали 100 тысяч этих календарей. И эти деньги вели в основу большого количества проектов, которые я делал. Новый проект Перлина обратил на себя внимание после того, как в «Контакте» появились стикеры с полуголыми женщинами и недвусмысленными надписями. А художница Валерия Фортуна обвинила журнал «Максим» в плагиате. Правда, сами стикеры рисовало все-таки агентство, сотрудничество с которым главный редактор издания «Максим» называл, кстати, одним из компромиссов. Он соглашался на поддержку выборов, а не на рекламу Владимира Путина. Она стала для меня более ангажированной, когда Навального сняли с предвыборной гонки. То, что какое-то агентство делало календарь, в общем. Вообще сейчас поддержка в выборах как таковых стала эквивалентна поддержке Путина. Последние пару месяцев. И плюс у этого появился такой неприятный эстетический контекст с выходом таких слегка ужасных роликов. Поэтому все, кто так или иначе агитировали в принципе за выборы, сейчас воспринимаются заодно и в этой ужасной эстетике, и в этой сомнительной идеологии. И именно тоже. И журнал «Максим» там же. Как уверяет заказчик стикеров и автор идеи паблика только для взрослых, Максим Перлин, администрация президента к этому отношения не имеет. Это всего лишь хороший повод для раскрутки социальных сетей и привлечения рекламодателей. Как кальку мы действительно берем с МТК, которое уже переросло в огромное агентство и для нас является хорошим примером для подорожания. Мы хотим сделать что-то подобное. Проект нынешний, он действительно делается совместно с журналом «Максим». На мой взгляд, проект успешный. Мы стараемся выбирать какие-то там интересные, так называемые хайповые темы. Одна из них — это тема выборов. Честно говоря, я никогда не сотрудничал с властью, не выигрывал каких-то политических гостендеров. Но один тендер, госзаказ на рекламу от Росмолодежи у другой компании Перлина, Бум-Медиа, все-таки был. А в 2010-2011 годах он тесно сотрудничал с прокремлевским блогером Константином Рыковым и делал несколько программ на интернет-канале Russia.ru. А в 2012 году, прямо перед выборами президента, Максим Перлин и Владимир Тавок открыли сайт, который позиционировался как социальная сеть сторонников Путина. На странице мойпутин.рф они предлагали выкладывать фото и видео в поддержку кандидата. Здравствуйте, меня зовут Максим Перлин, мне 23 года. Я буду голосовать за Владимира Путина, потому что именно он сможет избавить нас от нового кризиса в России. Правда, с тех пор многое изменилось, а Перлина стали узнавать не благодаря поддержке Путина, а как создателя приложения FindFace, которое по фотографии ищет пользователей ВКонтакте. Технологию распознавания лиц, которые используют это приложение, уже обещают взять на заметку правоохранительные органы и правительство Москвы. Приложение послужило еще и отличным подспорьем для создателей сайта «Жесуи Майдан», который с помощью FindFace, после несанкционированного митинга Алексея Навального, составил список так называемых «предателей Родины» с личными данными из ВКонтакте. Так что эротические предвыборные стикеры на этом фоне выглядят безобидной вирусной игрушкой.